Ползун, мы с тобой выглядим как рабы. Несмотря на то, что моя внешность и стойка явно вынают во мне аристократа. Всем хай! С вами Энджин и сегодня мы с вами будем играть снова в игру под названием Кэнши. Короче, это игра, где можно выбрать очень много предысторий. Из всех этих историй мы выбрали быть рабами. Продолжить! Итак, поприветствуйте наших героев. Мак и Ползун. Наших рабов, но при этом свободных. Долго вы здесь, ребята, стоите? Мак! Что, Ползун? Я очень голоден, мне кажется, нам нужно вернуться. Прось, Ползун, еще рано сдаваться. Мы воспользуемся моими тайными знаниями и найдем себе пропитание и сможем выжить. Хорошо, я в тебя верю, пошли. Верь в меня. И вы верьте в них, в этих двух отчаянных любителей свободы, которые, оказывается, не могут спуститься с этого холма. Вот черт, кажется, я просчитался. Как-то можно спуститься, наверное. Мы будем скалолазание нужно прокачать. Или мы попали в неприятную ситуацию, при которой, да, придется просто тупо вернуться обратно. Нет. Мы так долго пытались сбежать. Вот он, выход. Для него не так-то просто дойти. Нужно будет через пост охраны пройти. Моя мудрая борода подсказывает мне, что нам нужно дождаться ночи. А пока они ждут ночи, пойдемте чуть ниже спустимся. Может, нам какая-то другая возможность подвернется. Я на всякий случай пока не буду закрывать вот это. Ладно, мне пригодится. Стоп, строительство? То есть, строить можно. Смотрите, мы белый раб. Держите показатель. Выглядит как раб. Насколько, возможно, низкими. А как понять, выгляжу я как раб? Ползун, мы с тобой выглядим как рабы. Несмотря на то, что моя внешность и стойка явно вынают во мне аристократа. Мне кажется, нам нужно снять с себя эти оранжевые костюмы. Но он так хорошо подходит к моей лысине. Черт возьми, Мак, мы не можем выглядеть как рабы. Ты прав. Давайте откроем инвентарь и снимем с себя эту робу. А-ха-ха. Также нам нужно, вот смотрите, осталось времени 8 часов. Нам надо, чтобы нас не раскрыли. И надо найти пластического хирурга, чтобы восстановил вам волосы. Хорошо. А вот окно строительства. Мы можем каменоломни себе поставить. Ребята, вы соскучились по добыче камня в рабстве? Почему бы вам не заняться этим на свободе тоже? Слишком близко к городу. А-а-а. Типа вот где-то здесь? Да. Вот там поставим, да. Крепитесь, ребят. Там вдалеке вас ждет работа. На свободе. Далее мы можем два спальника положить. Окей, почему бы там не положить два спальника? Мы просто, понимаете, мечтаем. Это наши амбиции и мечты. И костер поставим там. Это все вот там будет. А смотрите, колодец можно поставить вот здесь. Да. И овощную ферму. А-а-а. Так приятно, знаете, приятно мечтать. Ползу на нас здесь стройматериалов. Но у нас большие планы с тобой, грандиозные. Если мы дождемся 6 часов, мы перестанем выглядеть как рабы. И мы пройдемся по этому лагерю как свободные граждане. Вот по идее это так должно работать. Как-то обидно, что мы не смогли в итоге сбежать далеко. Потому что получается, что они в прошлой серии пришли посмотреть на свободу, чтобы просто посмотреть на нее. О, ползу на голод совсем нехороший. Нельзя позволить ползу на умереть. Ползун, мне кажется, ты должен рискнуть. Пробраться в лагерь и найти себе пропитание. Я тебе подожду здесь. О, я не уверен в этом. Эй, эй, все в порядке, все в порядке. Посмотри на себя. Ты идеально сливаешься с этой местностью. Ты как хамелеон. Нам нужно чуть ниже спуститься вот сюда. Блин, Мак, все равно получается быстрее ползуна. Почему ползун такой медленный? Мак, я не смогу, я не смогу это сделать. Я очень медленный. А, черт. Ладно, жди меня здесь. Ай, снова возвращаться сюда. Погодите. Охранник бежит. И не один бежит охранник. А куда они бегут? А, он, возможно, на пост просто бежит к себе, да? Так, у нас проблема. Мы не можем просто так взять и пойти. Они тут везде бегают. У ползуна еще 111 голода. Давайте-ка мы оба будем скрытными и оба приготовимся, потому что уже темнеет. Друзья, отниму всего лишь минуту от видео, чтобы рассказать вам о трех предпринимателях в рамках рубрики «Поддержим алого», где мы оказываем информационную поддержку малому и среднему бизнесу России. Первая в нашем списке компания «Сиен Намибо». Занимается продажей термостаканов и ланчбоксов с прикольными принтами. Выпей свой любимый напиток из термостакана или скушай какую-нибудь вкусняшку из ланчбокса «Сиен Намибо» и обрети великую силу древних. И я не шучу. Именно так о своем продукте пишет предприимчивый юноша Наумов Богдан, который, кстати, является в доску своим. Компания «Дайсент Канвас». Занимается производством и продажей наборов рукоделия «Алмазная мозаика под фото». Создают наборы для творчества, где каждый может выложить свое фото мелкими акриловыми стразами размером всего 2,5 мм. Стразы блестят и переливаются, что придает картинам шик и блеск. И последний в нашем сегодняшнем списке «Made by Altman». Занимается кастомизацией одежды и различных вещей, а также разрисовкой и декором вещей на заказ. Художницу зовут Соня, очень любит общаться и обсуждать идеи кастома со своими клиентами. Осуществляет доставку по всей России. Также для развития рассматривает работы по бартеру. На сегодня это все. Если вам вдруг что-то приглянулось, то всех приглашаю в описании под видео. Переходите по ссылкам ребят и поддержите Малова. А также не забывайте, если у вас или у ваших знакомых есть собственный бизнес, или вы являетесь самозанятым гражданином, и вы считаете, что наша информационная поддержка может быть вам полезной, то заходите на наш сайт «Поддержи Малова». Ссылка будет также в описании. И не забывайте на ваших ресурсах указывать хэштег «Поддержи Малова», чтобы людям, которые участвуют также в этой акции, было проще вас найти. Спасибо большое за внимание, а теперь переходим к видосу. Давайте ближе подходим. Стой! Охранник стоит! Какого фига? О, он вниз пошел. Фу! Я испугался, что он на нас метнулся. Идем. Посмотрите, если мы пытаемся их бить, у нас 0% шанса на успех. Давайте пока не будем подходить. Вон чел побежал. Кажется, они все спать побежали, все. Пучись, друзья мои, вперед! Вот они, наши два нераба. Ни в коем случае идут. Давай, ползун, паровозиком, паровозиком. Самое главное, это помнить про себя, что ты не раб. Мы свободные граждане, просто прогуливаемся. Я очень похож на свободного гражданина. Ты самый свободный гражданин из всех, которых я видел. Спасибо, и ты тоже. Ой, я тебя благодарю. Вот, мы обменялись любезностями, а теперь все, серьезная игра начинается. Пробираемся сквозь лагерь. Хочу, чтобы они покушали в первую очередь. А где же им покушать? Где обычно здесь рабов кормят? О, бедняги! Их на всю ночь ей заставили. У меня проснулось сочувствие, я хочу освободить одного из них. Я попробую освободить этого. Взлом удался. Теперь надо открыть клетку. Я свободна. Да, 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 да. Интересно, куда она пошла. Ребята, продолжаем в том же духе. Вскрыть замок. Давайте, парни, вскрываем. Фига себе ползун, ты молодец. Я все еще в кандалах, ты дебил. Почему так грубо? Мы тебя спасаем, гнида. Чего? Благодарности, что ли, ждешь? Потеряйся. У нее просто был нехороший день. Я понимаю. Следующий. Скрыть. Мне же перестанут давать пайки. О, блин, я тебя понимаю. А, у тебя нет ничего. Тогда освободить. Что? Все, он не хочет. Отпереть кандалы. Нет, что ты делаешь? Все, все. Все, кто хочет быть свободным, идут на свободу. Остальные, ребят, простите, ваш день на столе завтра. Наверное. О, черт, повсюду посты. Сколько нам осталось быть рабами еще? 90 часов. Игра же показывала нам совсем другое. Давайте попробуем зайти сюда и обобрать бочку. Давай, ползун, заходим. Ты видел? Там был охранник. Но еще там были вареные овощи. Ты должен попытаться счастье. Ползун, может быть, тебе стоит пойти? Да, лучше ты иди. Ты иди, да. Все будет в порядке, ползун, не бойся. Аккуратненько посмотреть. Беги, ползун. Нет, 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 нет. Все, его запинали. Дразните. Давай, на понтово бери. Он дерется с ним. Пойдите. А, уже не дерется. Больно. Он упал. Нет. О, боже мой, Мак. Самое время перестать быть скрытным и побежать забрать овощи. Ой, тут еще один. Нас увидели. Валим. Беги. Нет. Нет, почему? Я не слугай. Я свободный гражданин. Свободный. Погоди, стой, где стоишь. Нет. Чертовы овощи. Они заманили нас овощами. А, нет. Лок, я блокирую вас. Видали? Теперь я убегаю. А, болит. Чертова нога. Только не это. О, я бегу. Я бегу. Я весь край. Ползун, кажется, самое время сдаваться. А, нет. Ползун, ты где? Его очень странно заковали. Мак. Еще никогда вы не видели меня настолько избитым. А, да что вы меня все трогаете? Так, ползун, кажется, восстановлен. Но ему нужно еще кушать. Надо бы отменить. Можно не отменять? Он сейчас сам заберется. Пусть пока мага там перенуют. А, тем временем, ползун должен, должен обязательно пойти покушать. У нас очень хреновый план получился. Аккуратненько, скрытненько. Зайди да покушай. Зайди да покушай. Покушать. Почему не дали покушать? Черт. Хорошо, нам придется о них забыть, кажется. Нам нужно, чтобы нас сюда посадили в клетку. Мага. Куда они несут его, кстати говоря. Первое, что надо смотреть, когда ты оказался в незнакомой тюрьме, это наличие овощей. Кувшин воды и статуэтка императора. Прекрасно. Ползун, ты где? Ты все еще тут развлекаешься с охранником? Что он с тобой делает, ползун? Травма ползуну на всю жизнь. Он мертв? Кажется, у меня не получилось его вылечить. Мы его потеряли. Нет, он жив еще. Просто без сознания, да. 43 секунды еще будет без сознания. Пусть он лучше не знает, что делал с ним охранник, пока он спал. Тем временем, маг. Он в коме. Что ты с ним сделала? Вроде хороший человек, по глазам так смотришь. Очень приятный, но внутри ты пуст. Маг? Он больше не в коме. Но что-то приуныл, приуныл. Смотрите, он левитирует. Надо организовать телекинетический конференц-кол. Ползун, ты слышишь меня? Да, да, маг, что произошло? Ты в коме, а я в тюрьме. Но наше состояние мало чем отличается. Наш план провалился? О, да. Стоило ожидать этого. Я это предвидел, если честно. Но знай главное. Что? У нас проект строительный. Шахта и лежаки с костром. Помни об этом. Это наша мечта. Это главная цель жизни. Да, я помню. И мы добьемся ее, до чего бы то ни стало. Что? Ага. Субтитры создавал DimaTorzok